Друзья мои, привет! Мы продолжаем знакомство со слоями. Вы уже знаете, как создавать новый слой, причем знаете не один способ. Также вы познакомились с тем, как нам слои перемещать, как их переименовывать, как отключать видимость и блокировку. И также вы умеете группировать слои. Сегодня мы научимся дублировать слои. Тоже существует несколько способов. Самый простой способ. Выбираем слой, который хотим продублировать, нажимаем Ctrl J и у нас над слоем, который был выбран, встает копия. Видите, был карандаш, стал карандаш копия. То есть на это же самое место у нас встал карандашик второй. Но видите, он находится под слоями верхними, поэтому он закрывается вот этим блокнотиком. Но тем не менее, копия есть. Второй способ. Мы выбираем слой, который хотим дублировать и идем и наводим на иконку нового слоя. Бросаем. Получился карандаш копия 2. То есть на этом самом месте у нас еще карандашик есть. Отлично. Способ, который не самый естественно быстрый слой. Создать дубликат слоя. Щелкнули. Сразу здесь можем дать название. Можем оставить карандаш копия 3. Окей. Еще карандашик встал. Видите, сколько мы их уже намножили. Также уже знакомые вам вот эти четыре черточки создать дубликат слоя. Снова диалоговое окно. Нажимаем ОК. И опять на этом же самом месте у нас встал слой новый, дубликат слоя. Но еще интересный момент, когда мы дублируем наш слой в другой документ. Я сейчас выбрала карандашик. Можно любой слой. Возьмем карандаш. Идем слой. Создай дубликат слоя. И вот здесь показываем, куда мы отправляем наш этот дубликат. Давайте покажу яблоко. То, что мы нарисовали на прошлом руки яблоко. Окей. Идем сюда. Вот наш встал новый слой. Наше изображение новое. Оно встало поверх нашей группы. Чтобы удалить слой, мы уносим на вот эту вот корзиночку. То есть я зажала и уношу в корзинку. Ctrl-Z отменяет действие. Еще покажу один способ. Можно нажать просто кнопочку DEL. Да. Тоже удаляется. Ctrl-Z отменяет действие. И еще такой момент, что можно отменить действие. Кроме Ctrl-Z мы идем окно. Операции. И переключаемся в историю. И все то, что было сделано с файлом. Нам нужно вот, видите, переместился дубликат. Стой удалить слой. Все. То есть Ctrl-Z переключает только, убирает только одно действие. Но зная, что есть у нас палитра с историей, можно удалить все действия. Ну и конечно удалять мы можем группу объектов. Давайте все копии мы сейчас выделяем их либо с Shift-ом. Последовательно щелкаем. Либо можно щелкнуть по первому и по последнему. Выделяется все, что есть между ними. Выбрасываем любым способом. Давайте повторим. Либо DEL, либо на корзиночку выбрасываем. Либо можно выборочно слои. То есть я хочу, например, карандаш, которые не друг за другом идут. Тогда зажимаю Ctrl, карандаш. Допустим, вот этот слой. И, например, слой какой-нибудь запись на блокноте. Тоже любым способом удаляем. Ctrl-Z отменяем действие. Друзья мои, сегодня вы познакомились с очень важной темой дублирования слоя и удаления слоев. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Кто не подписался, не забывайте подписаться на канал. Ну и увидимся в следующих видео. С вами была Наталья и школа графического дизайна. Спасибо за внимание. Всем пока!